Первый квартал 2013 года главная тема еженедельного совещания министров. Всего в этом году на проекты разного направления привлечено 8 миллиардов рублей. Министр экономического развития, промышленности и торговли Алексей Табаков рассказал о том, куда направлены средства. На строительство жилых помещений было потрачено 44% средств. На приобретение машины оборудование 27%. Остальные направлены на строительство и реконструкцию нежилых помещений. По данным министерства, чуть больше половины инвестиций – 51% привлеченные деньги. Остальное – собственные средства. С начала года реализовано 65 инвестиционных проектов. Их общая стоимость – более 5 миллиардов рублей. В реестр поступили сведения по новым проектам. Их 93 на сумму почти 7 миллиардов рублей. В результате настоящее время на стадии реализации по результатам мониторинга Минэкономразвития находится у нас в Чувашской республике 370 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций, которые должны быть вложены в эти проекты, порядка 174 миллиардов рублей. Премьер-министр Иван Моторин просил министерства муниципалитета, которые отвечают за инвестиционные проекты, внимательно относиться к их реализации. Не забывать, что многие являются важными для городов и районов республики. Например, на Учебоксарске во втором полугодии планируется модернизация производства на химпроме. Общей стоимостью около 2,5 миллиардов рублей. Поплотнее надо встречаться и с руководством завода, и обращение к собственникам, потому что для Учебоксарска это важнейший проект в ближайшие годы. И от его реализации вообще благополучие города зависит. Здесь нужно более серьезно подойти. Руководитель государственной жилищной инспекции Чувашской республики Иван Никитин рассказал о создании органов муниципального жилищного контроля на территории республики. В настоящее время, согласно информации, представленной администрациями муниципальных районов и городов Чувашской республики, такие органы не созданы в Ибресенском и Цивильском районах, Валатаре и Шумерле. Администрации Козловского, Красноармейского, Красночитайского, Маргаушского и Чебоксарского районов задержали предоставление информации о проводимой работе в госжилинспекцию Чувашии. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.